Здравствуйте, уважаемые 12-классники! Я Гайба Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы Кишиневского лицея имени Михаила Михайловича Коцубинского. Тема нашего урока – «Человек и природа». Урок по главе «Царь рыба», давший название всему повествованию Виктора Петровича Остафьева. Повествование в рассказах. На этом уроке вы узнаете, как раскрывает писатель одну из основных проблем XX века – потребительское отношение человека к окружающему миру. Какой трагедией это может обернуться для него самого? Как связаны между собой экологическая проблема охраны окружающей среды и нравственная экология души? Познакомимся с эпиграфом урока. Это слова известного вам поэта Николая Михайловича Рубцова. Объясним лексическое значение ключевых слов. В основу царь рыба легли впечатления Остафьева от поездки по родному Красноярскому краю. Он родился в селе Овсянка на берегу Енисея, крупной сибирской реки, недалеко от Красноярска. Остафьев писал. Нача с главы «Капля», а она потянула на философское осмысление всего материала. Повела за собой остальные главы. Ненадолго остановимся на этой главе. Глава «Капля» ведется от имени рассказчика. Послушайте текст. «Я спать не мог. Сколько лет мечтал посидеть у костра в тайге, еще не тронутый, точнее, не поувеченный человек. Я почувствовал вершину тишины, младенчески пульсирующая темечка нарождающегося дня. На заостренном конце продолговатого и вового листа набухла, созрела крупная капля. И тяжелой силой налетая, замерла, боясь обрушить мир своим падением. И я замер. «Капля» висела над моим лицом, прозрачная и грузная. Таловый листок держал ее в стоке желобка. «Не падай, не падай!» – заклинал я, просил, молил кожей и сердцем, внимая покою, скрытому в себе и в мире. Все было как надо. Сердце мое трепыхнулось и обмерло от радости. На каждом листике, на каждой хвоинке, травке, в венцах соцветий, мерцали, светились, играли капли. И каждая роняла крошечную блестку света. Но, слившись вместе, эти блестки заливали сиянием торжествующей жизни все вокруг. И вроде бы впервые я, не зная, кому в этот миг воздать благодарность, пролепетал. А может быть, подумал, как хорошо, что меня не убили на войне, и я дожил до этого утра. Какие чувства испытывает рассказчик ночью в тайге у речки Апарихи? И каковы причины такого его состояния? Рассказчик проникается красотой природы, торжеством жизни и благодарен создателю за радость, которую имеет счастье чувствовать. Он слился с природой, стал частью этого волшебного мира. Символом чего является капля? Капля – символ природы, удивительно красивой и хрупкой. Как вы понимаете, смысл предложения – все было как надо. В природе все спокойно, умиротворенно, гармонично. Гармония – согласованность, стройность, сияние торжествующей жизни вокруг. Автор заканчивает главу описанием ненастья. И это символично. Гармония в природе нарушается, потому что приближается буря. Но чаще всего нарушает гармонию человек. Все, что в мире дисгармонично, к сожалению, плод рук человека. Повидавший разгром природы на Урале, гибель деревни в Средней России и наблюдая варварское колониальное отношение к природе, землей богатством великой богатейшей страны под названием Сибирь, с горьким недоумением, глядевшей в погибшие воды рек Европы, Эльбы, Рейна, Сены. Я никакого оптимизма насчет будущего земли высказать не могу, писал Виктор Петрович Остафьев. События в главе «Царь рыба» тоже происходят на реке и связаны с ней. Основной герой главы – Игнатич. Он в центре повествования. Что мы знаем о нем и его жизни? Обычный человек, неплохой, нехороший, живет в поселке Чушь, работает на местной пилораме наладчиком, ко всем внимателен, любому приходил на помощь, если таковая требовалась. Знаем и то, что Зиновий Игнатич Утрубин, а это полное имя героя, ко всем чушанцам относился с некой долей снисходительности и превосходства, которого, впрочем, не выказывал. У него были сложные отношения с младшим братом, командором. Тот стремился выжать его с реки или загнать в такой угол, где еж и тот не водятся. А однажды даже схватил ружье, щелкнул курками. Игнатич всего в жизни добивался сам, имел лучший в поселке дом, небольшой, зато самый красивый, с верандочкой, с резными наличниками, с весело выкрашенными ставинками, с палисадником под окнами. У него лежит на книжке 70 тысяч старыми. Как все чухонцы, Игнатич много времени проводит на реке, сколь помнит себя все в лодке. Почему он больше смерти боится рыбнадзора? Зиновий Игнатич занимается браконьерством, незаконной ловлей рыбы и движет им не нужда. Он чувствует себя полноправным владельцем речных богатств. Браконьерство давно перестало быть и для него, и других жителей села чем-то преступным, постыдным. Это их обыкновенный промысел, в котором они даже соревнуются. Взять рыбу и только. Что произошло с Игнатичем, когда он в студеный осенний морок вышел на Енисей? Игнатич поймал огромного осетра, царь рыбу. Понимает ли Игнатич, что одному не совладать с этаким чудовищем? Да, понимает. Почему же он никого не зовет на помощь? Делить осетра? Рубить на две, а то и на три части? Икру тоже на троих? Вот она, вот она, дрянь-то твоя, и выявилась. Три бухата у Тробинской с мозглятинкой, стало быть, и вывернулась. Кто он сейчас? Какой его облик вылупается? С презрением думал о себе Игнатич. Челдонская настырность, самолюбство, жадность. Ломали, корежили человека, раздирали на части. Он вспоминает роковые слова деда, который наказывал. Если у вас, ребята, за душой и шой есть тяжкий грех, срам какой варначество, не вяжитесь с царью рыбой. Попадется коды, отпушайте сразу. Но Игнатич не отпускает царь рыбу. Когда он ударил осетра со всего маху, обухом топора в лоб и почти перевалил в лодку, что потом рассмеяться тихо, торжественно, победно, рыба резко вертанулась, взорвалась река за бортом, ударила рыбака тяжестью воды по голове, и он оказался в реке, путаясь в снастях. И рыба, и человек истекали кровью. Реки царь и всей природы царь на одной ловушке. Как вы думаете, зачем перекрестились их пути? Случившееся с Игнатичем наказание, заслуженная кара. Пробил его крестный час. Пришла пора отчитаться за грехи. Он пересматривает всю свою жизнь. В школе с трудом и мукой отсидел четыре зимы. В библиотеку со школы не заглядывал. Некогда. Был председателем школьного родительского комитета. Содвинули, переизбрали. Не заходят в школу. Наметили на производстве депутатом постсовет. Трудяга, честный производственник. И молча отвели. Рыбачит втихую. Хапает. Какой из него депутат? Вспоминает Игнатич и Глашу Куклину. Который, будучи макрогубом молодцем, приревновав к приезжему лейтенанту, подстрекаемый старшими дружками, изображая себя ухаря, поставил над обрывистым берегом, спустил с нее байковые штанишки, крашенные самодельной краской и поддал хнычущей трясущейся девчонке коленом в зад. Пакостник с мозгой. Место выбрал мелкое, чтобы не утонуло часом. Ухажер. При встрече ему, просившему уже после армии у нее прощения, смогла Глаша сказать только одно. Пусть вас Бог простит, Зиновий Игнатьевич. А у меня на это сил нету. Силы мои в соленый порошок смололись. Со слезьми высочились. Во мне не только что душа, Во мне и Костина вроде как пусты. Подумаем, какую роль выполняют внутренние монологи Игнатьича. Внутренние монологи героя свидетельствуют о его самобичевании. Приведем пример. Не зря сказывается, женщина – тварь божья. За нее и суд, и кара особые. Вот и прими заслуженную кару. И коли ты хотел когда-то доказать, что есть мужик, им и останься. Не раскисай, не хлюпай носом. Молитвов своедельных не сочиняй. Притворством себя людей не обманывай. Прощенья, пощады ждешь. От кого? Природа. Она, брат, тоже женского рода. Значит, всякому свое. Как вы думаете, почему все-таки писатель оставляет Зиновию Игнатьичу шанс на спасение? Герой искренне раскаивается. Простите. Не владея ртом, прерывисто и взорвано, засипел он. Волна от пролетевшей лодки ударила о железо рыбу. И она, скопившая силы, неожиданно вздыбила себя, взбурлила хвостом и снялась с самолова. И, взорвав свое тело в клочья, яростное, тяжко раненое, но неукрощенное, освободив Игнатьича. «Иди, рыба, иди, поживи сколько можешь», – молвил ловец, и ему сделалось легче. Телу от того, что рыба не тянула вниз, душе от какого-то еще не постигнутого умом освобождения. Он получил возможность исправить ошибки жизни. Река дает ему второй шанс. Подведем итог. Предлагаю вам ответить на следующий вопрос. Какие две взаимосвязанные темы освещает в главе «Цай рыба» автор? Раскрыты две темы. Первая – взаимоотношения человека и природы. Вторая проявляется в отношении к другим людям. Какое отношение к природе осуждает автор в главе «Царь рыба»? Виктор Петрович Астафьев осуждает безответственное, варварское отношение к природе. В главе у «Золотой корги» автор пишет. «Умеет ли плакать рыба? Кто ж узнает? Она в воде ходит и заплачет, так мокра не видно. Кричать она не умеет. Если б умела весь Енисей, да что там Енисей? Все реки и моря ревмя ревелим». Как вы думаете, почему авторы соединяют два порока вместе – браконьерство и грубое отношение к женщине? Браконьерство, как и грубое отношение к женщине – проявление бездуховности. В одном и другом большая разрушительная сила и для самого человека – природы внутри него. В чем символичность образа «Царь рыбы»? В старину орла называли царем птиц, льва – царем животных. А сётра не иначе, как царь рыба. Царь рыба – символ величия и разума природы, которая гораздо сильнее человека. О чем автор хочет напомнить человеку? К чему призвать? Астафьев напоминает, что человек не царь природы, а её малая часть. А значит, уничтожая природу, мы уничтожаем себя. История, произошедшая с Игнатичем, герой попадается на свою же ловушку, это страшное и возможное будущее человечества. Автор призывает остановить масштабную катастрофу, которая грозит всем нам. Их индивидуальное задание. Концовка повествования – прямые и скрытые цитаты из Библии. Как вы понимаете философский смысл этих высказываний? Какое послание вложено в них нам, живущим сегодня? Все течет, все изменяется, свидетельствует седая мудрость. Так было, так есть, так будет. Всему свой час и время всякому делу под небесами. Время родиться и время умирать. Время насаждать и время вырывать насаженное. Время убивать и время исцелять. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время стенать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время избегать объятий Время искать и время терять Время хранить и время тратить Время рвать и время сшивать Время молчать и время говорить Время любить и время ненавидеть Время войне и время миру Так что же я ищу? От чего мучаюсь? Почему? Зачем? Нет мне ответа. Наш урок подошёл к концу. До следующей встречи. Субтитры подогнал «Симон»